МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день. ГТРК Чувашия продолжает знакомить вас с депутатами Чебоксарского городского собрания. Сегодня гость нашей программы депутат в кадре Наталья Николаевна Ванеркина, председатель постоянной комиссии по социальному развитию и экологии. Добрый день. Здравствуйте. Календарное лето не за горами. И в преддверии больших каникул мы, как правило, напоминаем о том, где и как в нашем городе можно не только отдохнуть, но и с пользой провести время. Что нового и интересного ожидает ребят и их родителям этим летом? Новое, я бы отметила, это проведение живых уроков. Мы его называем образовательный туризм для наших ребят. Как правило, это организованные группы ребят, которые посещают пришкольные лагеря. И, соответственно, в этом году организованы определенные экскурсии. Одна из экскурсий называется «Улицы города». Это такой интересный новый проект, когда экскурсоводами являются волонтеры, либо студенты наших вузов, которые показывают историю города, название улиц. В Новоёжном районе сформированный такой туристический маршрут, посещение которых ребята узнают историю теракторного завода. Более того, у нас есть в городе работают в рамках образовательного туризма посещение предприятий, либо гидроэлектростанции. Более того, детям очень интересно, они задают очень много вопросов и, возможно, когда-то выберут профессию, что-то смежное, связанное с работой на данном предприятии. В этом году на базе учреждения дополнительного образования, будь, как «Кванториум», например, организованы смены лагерей, где ребята посещают и получают дополнительное образование. Как только «Кванториум», там очень интересные проекты, и, соответственно, дети обучаются, и получается дополнительное образование. Интерес большой и как у учебного заведения, и возникают вопросы родителей, как можно ли посетить «Кванториум» неорганизованно. Сейчас уже работает «Кванториум» в том направлении, чтобы любой ребёнок мог прийти, по принципу Делограда, пройти и посетить те профессии, которые существуют, получить какой-то профессиональный навык. В прошлом году прошла апробация открытия пришкольных лагерей на базе детских садов. Будет ли продолжена эта практика в этом году? Да, эта практика будет продолжена. Объясню, почему. Потому что в прошлом году 5 детских садов участвовали в этом проекте, в этом году уже 12 детских садов охватывают. Мы берем детские сады, которые расположены рядом с учебными заведениями. Потому что, как правило, выпускники первых классов, они еще не совсем адаптированы к новым условиям. Более того, родители переживают о том, как они одни в течение трех месяцев находятся дома. И вот эти детки как раз формируются группой дневного пребывания. Пребывание с 8.30 до 14.30. Там двухразовое питание. Там детки приходят в детский сад, как правило, даже к своим предыдущим педагогам, воспитателям. И очень комфортная атмосфера для детей. Их кормят, они посещают экскурсии, мастер-классы. И стоимость путевки 7 тысяч рублей. На сайте управления образованием можно получить всю информацию, какие детские сады включены в этот проект. И, конечно, каждый родитель может своего ребенка направить в тот детский сад, который он закончил. То есть часть суммы тоже оплачивается из бюджета? Это все-таки преимущественно коммерческий проект. Из бюджета, конечно, оплачиваются суммы. Я бы сказала так, что пребывание детей в пришкольных лагерях, также первоклассники могут быть и в пришкольных лагерях, сумма пребывания 85 рублей. Из них 65 рублей идет на питание, 20 рублей идет с бюджета города. Соответственно, путевка стоит порядка 3 тысяч рублей. 21 день ребенок находится в пришкольном лагере. Более того, в этом году, если в прошлом году у нас было 5 тысяч детей чебоксарских охвачено, в этом году 10 тысяч детей охвачены дневным пребыванием в наших пришкольных лагерях. То есть они будут практически в каждой школе открыты? Да, 45 школ города участвуют в этом проекте. Это очень популярно, потому что родители находятся на работе, и ребенок накормлен, организована его экскурсия, проводит мастер-классы. Действительно, очень все востребовано и интересно. Достаточно много желающих было отдать детей в загородные лагеря. Как они работают? Все ли открыты, все ли готовы к сезону? Проверку загородных лагерей проводится в конце мая. Все лагеря работают в штатном режиме. У нас в муниципалитете три лагеря. Березка, Волна, Бригантина. Порядка 2,5 тысячи детей идут в наши загородные муниципальные лагеря. А всего в республике 5700 деток посетят в этом году загородные лагеря. Программы разработаны очень интересные. На базе одного из лагерей можно укрепить знания английского языка. Открыты профильные смены. Да, открыты профильные смены. То есть это одна будет смена профильная или какие-то еще будут разрабатывать? Там очень много разных профильных сменей. В рамках года экологии, экологической смены. То есть там очень много профильных смен. Насколько сложно было попасть в этом году? Были неопределенные сбои? Как удалось вырулить из этой ситуации? В каждом учебном заведении были проведены родительские собрания, где было разъяснено, каким образом формируются путевки, чтобы не было ажиотажа искусственного. Таким образом избежали каких-либо очередей. Но система все равно не выдержала? Ну, система это электронная система, да. То есть это может быть сбой, это технический вопрос. Тем самым зато мы исключаем вопрос, как сказать, все равны и все находятся в равных условиях. И то есть каждый родитель совершенно может получить путевку в тот лагерь, в который хочет попасть. На этапе формирования путевок, конечно, путевки распределяются среди родителей. Но в преддверии каждой смены освобождается ряд путевок. Таким образом родители могут уточнить в управлении образованием, в какие лагеря путевки свободны. Потому что родители, бывает, уезжают, либо просто передумывают посещение этого лагеря. И всегда в преддверии каждой смены определенное количество путевок есть свободные. И родители также собирают документы и без какого-либо ажиотажа могут выкупить путевки с 20-процентной скидкой, с 50-процентной, либо со 100-процентной стоимостью путевки. Какие смены обычно наиболее загружены? Ну, наиболее загружены, конечно, вторая, третья смена. Это месяц июль, самая популярная. Даже в это время можно попытаться? Даже в это время есть отказные путевки, да и, конечно, их можно выкупить. Кто имеет право на 20-процентную скидку, кто имеет право на большую скидку? Ну, это стандартная система, когда родители предоставляют справки о своей заработной плате. В управлении образования вы можете уточнить, на какую скидку имеет право родитель. Есть даже путевки бесплатные, предоставляемые для малообеспеченных семей. Эти путевки выкупаются до 1 апреля. Соответственно, совершенно детки бесплатно посещают наши лагеря. Если коснуться финансовой стороны вопроса, сколько средняя стоимость путевки на сегодняшний день и какая поддержка, оказывается, из бюджетов? Из бюджета города выделено 30,5 миллионов рублей на приобретение путевок. Средняя стоимость путевок, она разная, в разные лагеря, да, варьируется, там, 12-14 тысяч. Но, как правило, родители оплачивают, то есть 50% скидка, 6-7 тысяч рублей. У нас город достаточно большой, зеленый и много в нем парков. Наверняка, и они тоже готовятся к лету? Да, конечно. Очень популярным стал проект, который был запущен в парке Локрейский лес. И еженедельно, каждый выходной, там проходят фестивали, флешмобы. И детки с удовольствием посещают этот парк. У парка Николаева интересные программы разработаны. И можно посетить зооуголок. И, конечно, всех родителей приглашаем в парки города, и на площадку речного порта, и в скверке Екатерины, на Арбат, где у нас ходят в сквере Екатерины, предположим, можно будет делать фотографию, когда... Стилизованных, да? Да, аниматоры специальные там с Екатерины можно будет сфотографироваться. Идеи много, и, сами знаете, и в рамках дня города всегда есть у нас работают творческие бульвары, городские конкурсы. Так что нужно отслеживать информацию и обязательно отдыхайте с удовольствием. Спасибо большое, что нашли время и ответили на наши вопросы. Надеюсь, что за это лето мы все отдохнемся, наберемся силы, и, чтобы делать дальше, наш город еще краше. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова